Шаббат шалом, дорогие друзья! И сегодня у нас, как мы уже говорили, праздничное собрание. Собрание, посвященное празднику Рош-Хашана. И многие из нас не совсем, может быть, понимают, что это за праздник, и не совсем понимают, какие символы этого праздника. И вот об этом мы сегодня конкретно и поговорим. Итак, Рош-Хашана, праздник труб, так он назван в Писании. Если мы посмотрим в Писании, мы увидим, что трубы в Писании, оказывается, бывают разные. Были трубы, которые были из серебра. У нас есть такая труба, она не серебряная, но очень похожа, красивая. А также были трубы, которые назывались шафарами. Если вы посмотрите в Синодальный перевод, вы не увидите слово шафар. Но если вы откроете иврит, вы увидите, что это слово очень часто там присутствует и переводится так же, как труба на русский язык. Вот это шафар. Видите, как интересно, да? Шафар, который сделан из антилопы, куду. Скорее всего, его привезли из Африки. И такими шафарами пользовались еврейские и евенские общины. То есть он более свойственен для таких общин. Открою вам секрет. Шафары бывают разные. Бывают вот такие большие, бывают больше. Это далеко не самый большой шафар в мире. Бывают меньше, бывают прямыми из антилоп, которые, ну, рогов антилоп, которые вот просто такие, как шпаги. Но чаще всего и больше всего ценится шафар, который сделан из бараньего рога. Потому что баран во всех отношениях олицетворяет собой вот такое, ну, как бы чистое животное, которое имеет такую связь с жертвой. Помните интересного такого барашка, который запутался где-то когда-то в ветвях? Помните, какое это было событие? Авраам приносил в жертву Исаака. И написано, что когда ангел Божий остановил Авраама, то они увидели, что есть жертва. И поэтому еврейский народ, когда делает шафар, когда делают вот такую вот подобную, скажем так, трубу, они стараются делать это именно из барана. Например, коровий рог вообще не подходит, только бараны. То есть коровий рог не считается кошарным рогом, хотя вроде как бы все и должно быть подходить, но тем не менее. И это очень интересно, ну, это очень кратко я вам на самом деле рассказал. Вы знаете, вспоминается такая история. Однажды во времена еще царя, какого-то там царя в одном местечке, один городовой, он увидел двух евреев, которые дерутся. Ну вот они дерутся и дерутся. Он их останавливает, говорит, вы чего деретесь? Они говорят, он сказал, что я плохо дую в шафар. А он говорит, нет, я лучше дую, ты плохо там. Он говорит, нет, я лучше. Вот они спорят, кто из них лучше в шафар дует. Городовой говорит, подождите, подождите, а что такое шафар вообще? Они такие, ну, шафар это шафар. Он говорит, не понимаю. Говорит, ну я же говорю, вот шафар, вот я дую хорошо, он дует плохо. Говорит, нет, я дую хорошо и плохо. Он слушал, слушал все это и говорит, ах, так, взял и обоим надавал по шее. И вот они сидят, плачут. Он говорит, так, ну так что такое шафар, в конце концов? Один из них говорит, ну, 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 боится, потому что сейчас еще раз получит. И он, ну, шафар это такая дудочка. Дудочка. Тут говорит, так что вы сразу не могли сказать, что шафар это дудочка? Что это так сложно сказать? Шафар это дудочка, все понятно. Он говорит, ну, понимаете, шафар просто это, ну, это не дудочка. Понимаете, да? То есть это дудочка, но это не дудочка. Это трубочка, но не совсем. Потому что в этом есть большой смысл. Нельзя просто подудеть. Ну, как бы можно, но смысл всего этого был, вот если мы смотрим в Библии, совершенно по-другому. Итак, рожка шана, праздник труб, праздник дудочек, если хотите, да? То есть посвящен трублению, посвящен всему тому, что происходит. И вы знаете, что? Очень много интереснейших событий связано с этим инструментом. Очень много вообще такого, что прославило Бога, связано с шафаром, связано с этим праздником. Давайте мы немножко с вами посмотрим. Вообще, это не изобретение еврейского народа, вот точно еврейского народа. Потому что трубами, шафарами, рогами пользовались разные народы. Рог охотников. Видели такие, да? Где-то в фильмах смотрели, там они загоняют зверей. И у них тоже были рога, они трубили. Ну, то есть это, скажем так, труба для бедных. Потому что можно было взять какое-то животное, прочистить, выварить этот рог. Вот вам и, пожалуйста, трубите. То есть это не было чисто еврейским таким изобретением. Мы понимаем, что в те времена не было рации, не было каких-то передатчиков, нельзя было посмотреть радио. Для того, чтобы передать какую-то новость, нужно было потрубить в трубу. Например, сейчас современная армия, когда она воюет, вы знаете, что продвинутые солдаты, у каждого есть наушник, у каждого есть микрофон. И где-то там за 3-9 земель сидит командир, который им рассказывает все, что нужно делать, и об этом даже никто не слышит. Но мы знаем, что это только вот сейчас такое дело стало. Раньше, для того, чтобы армия воевала в нужном направлении, нужно было дуть в трубу. Где-то общий сбор, где-то отступление, где-то сборы какие-то перестроились и так далее. Так и было, в общем-то, в те времена. Итак, в Шафар трубили, когда созывали общее собрание. Когда была война, когда начинался новый месяц, например. Или когда были библейские праздники, некоторые библейские праздники. И это трубление было вообще не хаотичным. Это не просто, знаете, для того, чтобы отдать команду, не нужно было выйти и что-нибудь там сбацать. Нужно было играть конкретную мелодию. В этом смысл. И вы знаете, что 1 Коринфянам, 14 глава, 8 стих, когда говорит о молитве на иных языках, когда говорит о истолковании этой молитвы, говорит, что «И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» «Если труба будет издавать неопределенный звук, никто к сражению готовиться не будет». Может быть, дети взяли там и дудят. Подумаешь, это же не значит, что нужно вдруг куда-то идти и собираться, и все, и уже вот на нас наступают. Можно подумать. Может, тренируются просто. Итак, шафар, который звучал как попало, он привлекал внимание людей. Правда? Однозначно. Вы, наверное, как родители знаете, когда у вас есть, например, маленький сын, двухлетний, трехлетний, и добрая мама или добрая бабушка, обычно эта добрая бабушка дарит ему на день рождения барабан. Было такое у вас, да? Все ненавидят этот барабан, потому что этот барабан, с ним спят, с ним… Ну, я знаю, что вы любите барабаны, я вдруг вспомнил, что ваш любит барабаны. Он как раз хорошо, Тимофей хорошо барабанит. Но это просто, как я сейчас с неотимофея. Тем не менее, тем не менее, я помню, что у нас была такая гитара электронная, ну, это из той же серии, с клавишами такими. Мы ее ненавидели, потому что она издавала совершенно неопределенные звуки, совершенно неправильное время. Правда? Так же эти барабаны, так же, ну, все, оно просто выводит. Итак, шафар, так же, как и эти барабаны, они привлекают внимание. Люди смотрят и говорят, да сколько можно, да что там происходит, да что у них там гудит постоянно в той-то квартире, например. Но это ни к чему их не обязывает. Правда? Это не передает сигнал о пожаре, это не передает сигнал о тревоге какой-то или сборе, в общем, там, подудел, постучал, все, собрали соседи на шашлык во дворе. Нету такого. И в Библии описаны подобные ситуации, когда, в общем-то, вы знаете, интересные ситуации, когда от звука шафара гибло огромное количество людей. Очень опасный инструмент. От него гибнут люди. Вот серьезно. Мы с вами можем посмотреть эти ситуации. Смотрите, эта история произошла очень-очень давно. Произошла тогда, когда еврейский народ уже вышел из земли египетской, прошел пустыню, и они начали входить в землю обитованную. Время было смутное, не совсем понятное. И вообще, ну, шафарами все пользовались очень даже легко. И так случилось, что еврейский народ отступил от Бога и очень сильно отступил. Мадеонитяне, они начали их притеснять и всячески, ну, как это принято у врагов, понимаете, всячески нехорошо себя вести по отношению к Израилю. И Бог побуждает очень простого человека, очень скромного, который там не думал о себе очень много. Его звали Гедеон. Возможно, вы знаете эту историю. Бог побуждает его вооружиться против мадеонитян и начать войну. Ну вот представьте, он прячется, боится, вот, собственно говоря, их, и является ему ангел Божий и говорит, Гедеон, муж сильный. Он говорит, какой я сильный муж. Это, если вы хотите посмотреть, где это записано, это судей 6-7 глава. Он говорит, я совсем не сильный, я прячусь здесь, и рот мой неизвестен. Он говорит, а ты вот бери эту силу, и давай мы сделаем чудо, давай мы прославим Господа. И, ну, как обычно нужно побеждать врагов? Нужно собрать побольше армию, правда? Это логично. Чем нас больше, тем нам легче, и все такое. Гедеон, в принципе, тоже пошел по этому пути. Он начал собирать израильтян по всему округе всей и говорит, приходите, будем воевать с мадеонитянами. Они собрались, а Бог говорит, а я не хочу, чтобы было много. И началась селекция. Бог начал потихонечку, потихонечку отсеивать людей. Я не знаю, что переживал Гедеон в то время. Я думаю, что отчаяние и ужас. Он, наверное, смотрел, как люди, тысячи людей, солдат, готовых сражаться, уходят домой. И думал, вот здесь мы и умрем. Просто, вот просто умрем по-геройски, но без, просто вот бессмысленно, ну, как бы вот так. Ну, только если Бог вмешается. И остается с ним всего лишь 300 человек. 300 человек. И интересно, что судьи 7 глава 12 стих описывает, как это выглядело. Мадеонитяне же и амаликитяне, и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа. Много было их, как песку на берегу моря. То есть даже числа не было. Вот представьте, вы тихонечко вылазите где-то там за горы, смотрите, а их просто не видно конца. Столько людей. И Бог говорит, в общем-то, тебе не нужно даже оружие. Твоим оружием будет шафар. Все, что тебе надо, вот спроси у тех, которые домой уходят, пускай они свои шафары вам оставят. Это вообще, представляете, это даже не подвиг матросова. Ну, просто. 300 солдат, которые остаются с дудочками. Просто с шафарами. И с кувшинами. И написано. Дальше. 16 стих. И разделил 300 человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины. И в кувшины светильники. И дальше 20. И затрубили все три отряда трубами и разбили кувшины и держали в левой руке свои светильники. А в правой руке трубы и трубили и кричали. Меч Господа и гедеона. И стоял весь всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать во всем стане и кричали и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане и бежало ополчение до Бевшиты и Цареры, до предела Авелмихолы, близ Табафы. Итак, вот это все общество, вот это, что здесь названо как песок морской, неисчислимое общество, было побеждено Богом, гедеоном, благодаря этому опасному инструменту по имени Шафар. Понимаете, да? То есть, Бог берет совершенно вроде бы как бы незначимые вещи, вещи, которые, ну что тут такого опасного? С него даже выстрелить невозможно, кривое абсолютно, да? Но тем не менее, использует это для своей славы и побеждается огромнейшее количество людей. Просто из-за паники, просто из-за того, что Бог поборает за свой народ. Вот. Итак, вот такое дело, оказывается. Так что, если у нас вдруг появится такое войско, почему бы нам не закупить Шафаров? Правда? Не нас собирать, может, надо дунуть хорошенько в этот Шафар, и все у нас получится. Следующий, еще интересный такой библейский Шафар звучал для еврейского народа в тот момент, когда была дарована Тора. И это тоже известная такая история. Мы помним, она произошла немножко раньше, чем история с Гедеоном. Мы помним, что еврейский народ вышел из Египта и пришел в определенное место в пустыне. И Бог говорит, ну хорошо, вы вроде как и народ, вы вроде как общество, но я хотел бы дать вам свои заповеди, свой закон. Вы должны понимать, что я хочу, а что я не хочу, чтобы вы делали. И вы должны уметь жить вообще в этой мире. И именно тогда Бог обращался к израильтянам и давал 10 своих записей. И 10 заповедей, да. Это событие было очень-очень грандиозного масштаба и не было ничего подобного. Исход 19 глава описывает, вот вся глава описывает это событие. Бог говорит, я хочу быть с вами, я хочу жить с вами. Я хочу, чтобы вы пришли в мое присутствие. Он привел их к горе, и там такое сильное было присутствие. И написано, что очень-очень сильный звук шафара, трубы раздавался с горы. Настолько сильный, что израильтяне, они послушали это все, увидели гром и молнии и сказали, Моисей, можем мы постоять здесь, ты сходи, узнай, если что передашь, мы скажем, хорошо. Мы будем согласны, ты только пойди туда, можно мы здесь в сторонке постоим. То есть Божий шафар, я не знаю, кто дул и вообще, как выглядел этот шафар. Может быть, это ангелы Божии там где-то дудели так хорошенько, но я думаю, что еще не совсем сильно, потому что слышали их только израильтяне тогда, на тот момент. Я думаю, что придет еще один шафар, когда ангелы так подуют, что все услышат во всем этом мире. Итак, смотрите. Бог являет свое присутствие под звук шафара. Бог проявляется, и тогда страх помешал еврейскому народу приблизиться. Они попросили посредника. И это очень важно помнить, вот это событие, вот этот страх, вот это переживание. Как они боялись взойти в присутствие Бога на гору Синай. Немного позже мы знаем, что были даны эти заповеди, были даны через Моисея. И мы видим, что с той поры, в общем-то, как бы есть определенное посредническое служение между Богом и народом. Бог выбирает левитов, которые приходят в его присутствие, а потом передают Божью волю для всего народа. Вот такой шафар, вот такой Божий инструмент. Еще одно событие мне напоминается. Оно тоже было немного позже, когда, собственно говоря, уже прошли 40 лет хождения по пустыне, и народ приходит к обитованной земле. Никто ничего не знает, как будет выглядеть там, что там за люди. Все вроде переживают. И они приходят к городу Иерихон. Вы помните эту историю, да? И что удивительно, тогда, тогда от звука шафара погибло очень много людей. Читали эту историю, правда? Смотрите, Бог повелевает Иисусу Навину, который завоевывает этот город. Он говорит, я не хочу, чтобы вы просто вот так тупо брали осады этот город. Я хочу, чтобы вы носили ковчег вокруг города и трубили в шафары. Когда вы пройдете нужное количество раз, вы должны затрубить хорошенько, и тогда стены обрушатся. Вы представляете, что думали жители Иерихона, когда видели всю эту процессию? Ну, я понимаю, что они думали. Вот ходят евреи, молчат с ковчегом. Раз прошли, ушли. А все же стоят там, ждут. Сейчас будут атаковать, сейчас что-то будет происходить. Вот еще раз, еще раз. То есть какой-то флешмоб просто такой странный. Ну, реально, это же не тактика ведения войны, ходить вокруг города и ничего не делать. Это не называется, мы завоевываем этот город. Но в нужный момент все воскликнули, подули в шафар и стены упали. Друзья, подумайте, твердыня, твердыня сатаны, она упала, когда подул божий шафар. Что-то произошло в стане врага. Они думали, что они укреплены, потому что они были за стенами, а те были в пустыне. Если вы увидите Иерихон, там вокруг негде спрятаться. Если ты в городе, то все хорошо. На самом деле, ты можешь быть более-менее в безопасности, если у тебя есть запасы, источники. Да там можно десятилетиями сидеть. При грамотном таком, как бы, подходе. Они разбирались во всех этих вопросах. Но здесь то, на что ты надеешься, эти стены, эта крепость, она рушится, когда звучит Божий шафар. И он говорит, Иисус Анавина, 6 глава, 1-4 стих. Тогда сказал Господь Иисусу, вот, я предаю в руки твои Иерихоны царя его и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день. И это делайте шесть дней. И семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред Ковчегом. А в седьмой день обойдите вокруг города семь раз. И священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ будет, пусть воскликнет громким голосом. И стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись к каждой своей стороне. Вы видите, что здесь слово трубы и рок взаимозаменяемо. Если вы посмотрите в Иврите, вы увидите много слова шафар на самом деле. То есть, еще раз, были трубы серебряные, которые были из серебра сделаны. Но также шафары, они очень легко ими пользовались и были доступны. Итак, Бог разрушает твердыни. Бог разрушает замыслы врага, когда звучит его шафар. Интересно, что вот это место в Иисусе Навина, которое мы прочитали, что трубы, в которые они подули, там написано, что это были юбилейные трубы. Знаете, что такое юбилей? Юбилей это какая-то особая дата. У нас обычно это сколько лет считается? 50 лет. Правда? У него юбилей. И все. Торт там и 50, открытка. Все как положено. Если мы посмотрим в Библию, то библейский юбилей это тоже 50 лет. Лет. Смотрите. Вообще, это была одна из самых желаемых дат в еврейском народе. Ее ждали все. Ее хотели услышать. Левит, 25 глава, 8-й, 10-й стих. И насчитай себе семь субботних лет. Семь раз по семи лет, чтобы было у тебя в семи субботних годах 49 лет. И воструби трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения. Вострубите трубою по всей земле вашей. И осветите 50-й год. И объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое. И каждый возвратитесь в свое племя. Иными словами, быт и вообще устройство еврейского народа был устроен таким образом, Бог так задумал, чтобы если какой-либо из евреев переживал какую-то тяжелую вообще полосу своей жизни, например, что-то случилось, и он вынужден был заплатить долг, но у него не было возможности заплатить, тогда такой человек мог продать свой участок земли, который он получил как надел при распределении земли израильской. То есть он мог не просто его продать, если быть точным, он как бы давал его в долгосрочную аренду. И максимальный срок этой аренды, или, ну, так скажем, продажа аренда такая, был 50 лет. То есть землю можно было отдать, но нельзя было продать без вариантов. То есть земля каждый 50-й год возвращалась своему хозяину. Также, если человек был очень вообще бедный, и очень большие проблемы, он мог продать самого себя в рабство. Ну, вот такое было общество. Тоже к рабам, евреям относились очень особенно, они не были как все остальные. Но тем не менее, в 50-й год, в юбилейный год, рабство заканчивалось. То есть такой человек официально получал свободу, и он мог вернуться в свою землю, и будучи свободным человеком. Итак, о возвещении юбилейного года, о том, что рабство остановлено, рабство закончено, возвещали юбилейные трубы. Священники, которые находились в храме, они вычисляли точное время, точный день, когда начинался юбилейный год, когда вот уже приходил момент свободы. И тогда священники трубили в храме шафары, это было слышно, и эти звуки подхватывали по всему Израилю. То есть звук шафара в этот день раздавался по всему лицу еврейского народа. То есть в каждом селении, еще раз, не было рации, не было интернета. Сейчас вы можете открыть интернет и там посмотреть. Заход солнца 6, там, например, 44. Да? Ты можешь через три года открыть календарь и сказать, когда будет заход солнца. Почему? Потому что мы грамотные. Ну, у нас есть спутники, у нас есть системы, которые следят, у нас есть, ну, как бы прописанные календари. Тогда такого не было. Люди жили немного в другом мире. Правда? Поэтому важно, чтобы священники, они смотрели за датами, за новолуниями и вообще за календарем, что они и делали. Потому что важно было сказать, вот сейчас начинается шаббат. Все, значит, если ты будешь делать работу, ты согрешишь перед Господом. И вот сейчас начинается Песох, нельзя работать. Вот сейчас начинается Йом-Кипур, тем более нельзя работать. Нужно размышлять о своих грехах и своем состоянии сердца. И точно так же священники возвещали о юбилейном годе. Они трубили в шафар. Итак, еще раз, смотрите. Звук шафара, он приносил известие о свободе от рабства. Звук шафара приносил известие о том, что то, что было у тебя отобрано, снова стало твоим. Что то благословение, которое изначально Бог приготовил для тебя, тот кусок земли, ту смоковницу, тот дом, где ты жил, где твои отцы жили, прадеды жили, оно снова твое. В юбилейный год под звук шафара возвращалось все то, что было потеряно, все то, что было отобрано какими-то обстоятельствами или какими-то условиями. Итак, вот некоторые примеры, которые напоминают нам о том, как Бог может использовать вот этот простой бараний рог, чтобы явить свою силу и прославиться. Мне очень сильно нравится 88-й Псалом, 16-й, 18-й стих. Давайте посмотрим. Псалом 88, 16-18. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи, а имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. Блажен народ, друзья, счастлив. Другое значение слова блажен, это счастлив. Народ, который знает трубный зов, которому знакомы Божьи принципы, вообще Божья идея, Божье сердце, которое он выражает через звук вот этого шафара. Он говорит вот здесь, смотрите, какие слова. Они ходят во свете лица Твоего. То есть, если они знают этот звук, значит, они ходят вместе с ним. Господи, а имени Твоем радуются весь день. Радуются. И правдою Твоею возносятся, ибо Ты украшение силы их. То есть, да они сильны, но Бог украшение их силы. Бог, написано здесь дальше, смотрите, и благоволением Твоим возвышается рог их. Благоволением Твоим возвысился рог Гедеона. Да, это был до какого-то момента простой шафар, но когда Господь вдунул что-то от Своей силы, стены рухнули. Друзья, благоволением Твоим возвышается рог их. Бог дает им силу. Счастлив тот народ, который знает звук шафара, который может отличить его от шума вокруг, откликнуться на него, который понимает, что это не просто где-то там дети дудят в какую-то дудочку, они понимают, что это что-то особое, это Всевышний обращается к ним для своей цели. Но вы знаете, суть вообще знания этого звука не просто в том, чтобы реагировать на то, что Бог делает, а самим стать инициатором определенных действий. Давайте мы посмотрим Незекииля 33 глава 1-7 стих. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки слова к сынам народа Твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой. Но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, сын человеческий, я поставил стражам дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Очень интересное место. Из Икииля, 33 глава. То есть Бог обращается к пророку и говорит, послушай, когда проблемы в народе, обычно выбирают человека, который стоит на страже, стражник, то есть тот, кто стоит и предупреждает все остальное общество, что враг, вот он близко. И если страж, увидев врага, начнет трубить шафар, если люди будут приготовлены к наступлению врага, если приготовлены, тогда нет вопросов к стражу. Кровь тогда не на нем, если кто-то не услышал. Но если люди услышат, но не отреагируют, тогда, ну, она, страж трубил, но люди не отреагировали, тогда кровь на них, они сами виноваты. Но если страж не трубил, тогда я спрошу со стражей. И он говорит ему, как пророку, говорит, я тебя поставил этим стражем. Ты должен говорить мое слово, и твое слово будет подобно моему шафару. Ты будешь предупреждать о тех бедствиях, которые идут на твой народ, на еврейский народ. Ты должен говорить таким образом, чтобы люди внятно понимали, что происходит. Ты должен доносить им события, то, что ты видишь, таким образом, чтобы люди реагировали и готовились к тому, что произойдет. Итак, быть стражем, друзья, это значит проявлять инициативу во время того, когда город спит, когда люди не занимаются, охраной. То есть представьте, спящий город, это тишина, и ты видишь, что что-то происходит. Что ты делаешь? Ты не ходишь по домам и тихонечко вставайте, вставайте, пожалуйста, ты поднимаешь шум, ты говоришь, враг близко, ну и быстренько давайте встанем, потому что вот он приближается, нам надо быть готовыми, последнее время, быстро хватайте свое оружие, он уже подходит. То есть в эти моменты шафар должен звучать ясно, четко и конкретно, шафар, он будет спящих людей, шафар привлекает внимание. И мы часто говорим о таком понятии, как пробуждение. Что такое пробуждение? Пробуждение, когда спит человек, пробуждение касается верующих людей, которые могут бодрствовать, а могут спать, и в этот момент они просто спят, они не реагируют на то, что вокруг, но Бог поставляет сторожей, Бог поставляет людей с Божьими шафарами, с Божьим Словом, которые должны будить тех, кто заснул, потому что пришло время, потому что нужно вставать. И очень известное место, Исаии 62 глава, 6-7 стих. На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалим славою на земле. Мы часто поем даже эту песню, да? Есть такой, на стенах твоих Иерусалим, помните, да? Хей, 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 хей. Так мы эти сторожа, друзья. Мы должны не умолкать, как здесь написано, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле. То есть, иными словами, доколе еврейский народ не займет свое Богом определенное место в его плане. Понимаете, да? Это конкретно о мессианском служении. Это конкретно о нашей общине, о нас с вами. Когда мы видим, что происходит в этом мире, мы видим еврейский народ, который не знает своего Творца. Мы можем относиться к этому поверхностно, но мы можем быть теми шафарами, теми трубами, которые будят их. И говорят, просыпайтесь! Ваш Творец должен вот-вот прийти. Вы должны быть готовы. Вы должны снова пробудиться и быть живыми и способными для Него. Итак, знаете, что интересно? Малое количество сторожей, малое, которое стоит на стенах, способно разбудить весь город. Мы смотрим на нашу общину, мы смотрим на другие мессианские общины, мы говорим, нас мало, а евреев много. Как мы можем что-либо изменить? А Писание говорит, что можем. Писание говорит, что можем. Потому что у нас есть Божий шафар, у нас есть Божие Слово, Он громкий, не нашей силой, но тем благословением, вообще силой Его. Что имел Гедеон? 300 человек. Даже оружия не было перед тем войском, которого числа не было. Друзья, и они справились. Они справились. У нас есть евреи, которых мы пытаемся достигать, как еврейская мессианская община. И мы говорим, где же эти делатели? Друзья, будьте одним из них. Возьмите Божий шафар в свою руку и присоединяйтесь к Божьей работе. Ходите, встречайте, знакомьтесь с ними, говорите, просыпайся, я здесь, потому что Всевышний послал меня. Бог Авраама Исаака и Якова послал меня к тебе с посланием. Я буду стучать в твои двери и говорить, пробуждайся. Ибо Господь близко. Ибо враг ополчается. Сегодня нужно встать, сегодня нужно быть приготовленными. И 1 Петра, 5 глава, 8 стих говорит следующее. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. И Матфея, 13 глава, 35-37 стих. Итак, бодрствуйте. Ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы придя внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Итак, друзья, смотрите, то, за что должны смотреть сторожа, или что должны высматривать сторожа, прежде всего они должны смотреть на того врага, который ходит, как рыкающий лев, и ищет, кого бы поглотить. То есть они должны смотреть и видеть, подходит он или нет. И если подходит, предупреждать о его приближении. Второе, о чем должны смотреть стражи, это Господь. Придет ли Господин? Когда он придет? Может быть, сегодня. Придет ли он сегодня? Какие признаки его пришествия? Как мы видим, что сбывается? Мы должны быть готовы. В этом задача сторожа. Смотреть на врага, смотреть на своего господина, на своего царя, который должен прийти. Итак, именно эти образы, друзья, очень хорошо передают цели и видение, которое есть у Бога для мессианской общины. Мы призваны к тому, чтобы быть сторожами, стражами вокруг еврейского народа. И это очень активная позиция. На самом деле, это очень активная позиция. И даже если большинство нашего народа, как к Товрому пришествии Машеха, Ишуа Мессии, еще спит, значит, надо их будить. Значит, надо что-то производить в их жизни. И готовить к этому пришествию. Бог сегодня хочет обратиться к каждому еврею через призму жертвы, этого пасхального агнца, пасхального барана, который был когда-то там заклан. Он обращается через звук Божьего шафара. И готовит всех нас к этому великому событию, его возвращению. И вы знаете, что во время того, как Ишуа вернется на эту землю, снова прозвучит шафар. И этот шафар не просто услышит один еврейский народ, этот шафар услышат все люди. В мгновении ока. Я не знаю, что это будет. Я не знаю, кто будет дудеть, из чего он будет состоять. Может быть, какие-то все ангелы соберутся и как задуют, как затрубят. Но суть в том, написано 1 Коринфянам, 15 глава, 51-53 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновении ока при последней трубе, ибо вас трубит. И мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертие». Вот таким вот будет последний шафар. Весь мир будет изменен. Весь мир под звук этого шафара будет изменен. И независимо от национальности, независимо от веры, все его услышат. Для одних людей это будет момент радости. Для других людей это будет момент горя. Когда израильтяне входили в Иерихон, они ликовали. Но жители Иерихона, они плакали. Потому что они понимали, что то, на что они уповали всю свою жизнь, оно не может их защитить. Наша задача, как мессианской общины, чтобы радующихся людей было значительно больше, чем тех людей, которые плачут. Поэтому, друзья, не стоит опускать свои руки и не стоит позволять неверию захватывать ваши сердца. Нас мало. Недостаточно много, как мы бы сказали. А я скажу, ну и что? Ну и что? У нас есть Божий шафар. У нас есть Бог, который делает нас сильными. Да, по-человечески евреев тоже не очень много, да? Но через них Бог намеревается изменить весь народ, весь мир. Не в количестве победа, но в послушании Богу и Его заповедям. Поэтому трубить тревогу сейчас это то, что нам нужно делать. Пускай все знают, что грядет последний суд. Пускай все знают, что скоро придет Машея. Второе Тимофея, четвертая глава, первый, пятый стих. Говорит. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явления Его и царствия Его. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Это, друзья, активная позиция еврейской мессианской общины. Я хочу вам сказать, вы знаете, у нас есть клуб благовестника, у нас есть домашние группы, у нас есть большая база евреев, еврейских сердец, которые нуждаются в том, чтобы их пробудили. Нам нужны люди, которые возьмут Божий шафар. Не просто будут ходить по квартирам там и брошюрки разносить, но которые будут передавать сердце Божье. И вы знаете, для того, чтобы в него подуть, не нужно быть гением, не нужно знать что-то такое особое, нужно быть послушным Богу. Те люди, которые были с Гедеоном, они были необразованы, они считали себя слабыми и малыми, и они были таковыми в глазах врагов. Но Бог использовал их простоту, Бог использовал их открытое сердце, и он даровал огромнейшую победу для еврейского народа. Поэтому, друзья, я вполне серьезно вам говорю, обновите свое отношение к служению еврейскому народу, обновите свое отношение к делу благовестника. Стройтесь в очередь коллегу, записывайтесь и говорите, я хочу ходить и приглашать евреев сюда, я хочу, чтобы они примирились с Богом, я хочу, чтобы они снова услышали о Творце. Пускай я буду делать это чуть-чуть, но я буду это делать, я буду этим стражем, я буду тем, кто стоит на стене, я буду тем, кто предупреждает еврейский народ о том, что идет уничтожение, что враг ходит, рыкает и желает их поглотить. Итак, давайте мы встанем на наши ноги, я хотел бы помолиться о делателях, хотел бы помолиться о нашей готовности. Святой Господь, во имя Ишуа, Мессии, мы благодарны Тебе за Твои шафары, за Твои трубы, за Твое звучание, Господь, в наших сердцах. Когда-то Ты послал кого-то, Боже, кто рассказал нам Слово Твое, Боже, и мы приняли Слово Твое. Ты послал для нас сделателя, Господь, и Ты побуждаешь нас быть этими делателями. Мы готовы, мы открыты, Господи, мы в Твоих руках, как шафары, Боже. Используй нас. Используй нас для славы Своей. Чтобы никакая кровь, Господи, никакая вина за то, что кто-либо из них не спасся, не лежала на нас, Боже. Что мы могли пойти, но не сделали, Господь, чтобы это не было обвинением для нас, Господь, в последнее время. Помоги нам сделать все, что возможно. Помоги нам сделать все, что нужно, Господь, то, что Ты ожидаешь. И мы не будем отчаиваться, что нас мало. Мы не будем отчаиваться, Господь, что, может быть, мы не умеем, не знаем и не понимаем. Господи, мы выбираем верить, как верил Гедеон. Мы выбираем, Боже, идти за Тобой, неся этот свет в кувшине, Господь, и неся шафар. Господи, и мы верим, что Ты будешь разрушать все замыслы врага, что Ты будешь разрушать планы врага, и всякое, Боже, коварство, которое есть, Господь. И насколько бы он свирепым не был, Ты борешься за нас, Ты идешь вперед, Ты производишь свой труд и свою работу в нашей среде. Мы превозносим Тебя и славим во имя Иешуа, Мессии. Аминь.